Подводя итоги недели, вспоминаем привлекшую внимание биткоин транзакции ю более чем на 1 миллиард долларов, анонс предстоящей активации кода хардфорка эфириум в тестовой сети, закрытие крупнейшей криптовалютной биржи в Таиланде и другие важные события. Цена биткоина за прошедшие 7 дней первая криптовалюта несколько отыграла потери, понесенные на прошлой неделе. Прибавив за этот период почти 9%, к 15 часам ровно от воскресенья биткоин торгуется в районе 10 долларов 425 при капитализации в 187,4 миллиарда долларов. Недельный график BTC, AST на бирже Bitstamp при этом в определенный момент в пятницу, в день начала приема депозитов на платформе BACT, котировки поднимались вплотную к 11 долларам 0,00, однако преодолеть этот уровень сопротивления биткоину не удалось. Также отметим высокий индекс доминирования цифрового золота, который на этой неделе поднимался выше 71%, а на данный момент составляет ровно 70%. Среди других крупнейших альткоинов обратим внимание на Монеро, который за неделю вырос более чем на 14%, войдя в первую десятку CoinMarketCap, и сейчас торгуется в районе знак доллара 77,2. Также порадовали инвесторов ИЭС, плюс 13,7%, 3 доллара 70 центов, и Bitcoin Cash, плюс 10,3%, 307 долларов 45 центов, подросли в цене Ethereum, 182 доллара, и Litecoin, 70 долларов 50 центов. В целом картина на рынке криптовалют, по данным 360 Coin, на момент публикации выглядит следующим образом, в сети биткоина зафиксирована транзакция на 1 миллиард долларов в ночь на пятницу, 6 сентября, в сети биткоина была зафиксирована необычно крупная транзакция на сумму в 94 504 BTC, более 1 миллиард долларов по курсу на тот момент. В транзакции участвовали ранее неизвестные кошельки, не принадлежащие в том числе какой-либо биржа. Один из них перевел 56% суммы, остальные средства поступили с трех других адресов. Отправитель при этом выбрал исключительно высокую комиссию, при 480 Сатоши за байт, она составила порядка 700 долларов. Одна из распространенных теорий заключается в том, что транзакция связана с приемом депозитов на платформе для институциональных инвесторов BACT, который, как позже подтвердила компания, стартовал в пятницу, 6 сентября. Стала известна дата активации Хардфорка Истанбул в тестовой сети Эфириум. Активация Хардфорка Истанбул в тестовой сети Эфира состоится ориентировочно 2 октября, сообщил комьюнити-менеджер Эфириум Фаундейшн Хадсон Джеймсон. Изначально апгрейд Теснета планировался на 4 сентября, однако его пришлось перенести из-за большого числа предложений по улучшению Эфириум, Эйп, а также неготовности команды Пэроти. К настоящему времени разработчики уже определились с номером блока, на котором Истанбул будет активирован в тестовой сети, однако это может произойти на день-два раньше или позже указанной даты в зависимости от того, как быстро будут создаваться блоки. Из примерно 30 обсуждаемых разработчиками предложений лишь 6 одобрены для включения в грядущий Хардфорк Истанбул. Внедрение 8 других Эйп состоится позже, в ходе масштабного обновления системы под названием Берлин. Активация Эстанбул в основной сети должна состояться после конференции разработчиков Эфириум Девкон 5, которая пройдет 8-11 октября в японской Осаке. Тем временем создатель Эфириум Виталит Бутерин высказал уверенность в перспективах запуска нулевой фазы перехода экосистемы Эфириум в стадию 2,0 и заявил, что это произойдет в следующем году. В то же время он признал, что не может с уверенностью сказать, насколько сами участники сети заинтересованы в поддержании децентрализации после перехода на механизм консенсуса Proof of Stake. Ledger Leaf теперь поддерживает токены стандарта ERC-20 в четверг, 5 сентября, разработчик аппаратных кошельков Ledger объявил о выпуске новой версии приложения Ledger Leaf, которая, помимо 22 криптовалют, теперь поддерживает более 1250 токенов стандарта ERC-20. С версией 1,14, приложение у пользователей появилась возможность управлять. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.